Друзья, всем привет! Вы на канале Китайфак и сегодня на обзоре вот такой фото-видео штатив от компании Hupar под названием ET668. Приходит хорошо упакованный, в дополнительной коробке, с московского склада пришел очень быстро, за два дня. Так, давайте вскроем и посмотрим поближе. Приходит штатив в дополнительном чехле с ручкой, также в комплекте есть инструкция, переходная гайка на 5,8 дюйма, кстати очень удобно на самом деле, и это влагопоглотитель. И давайте посмотрим все поближе. Чехол, друзья, обычный, но сшит аккуратно, хорошо, ровно, довольно стандартно. И сам штатив сделан весьма неплохо, здесь есть такие мягкие ручки для переноски, в основном все части сделаны из пластика, кроме ручки и самих телескопических ножек. Кстати, ножки сделаны на больших клипсах, для скорости это очень удобно, хорошо раскладываются, то есть быстро разложили и быстро закрепили. На ножках предусмотрены такие пятки, они принимают форму пола, тоже кстати очень удобная штука. Штатив на сегодняшний день стоит около 3000 рублей, чуть поменьше, сумма конечно такая уже критическая, но тем не менее, если вы будете сравнивать более дешевые штативы за 1000, за 1500 рублей, то на самом деле вы поймете, что этот штатив в принципе стоит своих денег. Сама голова здесь в него элевационная, то есть отжимаете и можно поднимать либо опускать. Ход не очень плавный, надо сказать, но тем не менее такая функция предусмотрена. Также голова поворотная практически во всех направлениях, то есть можете опускать вверх-вниз, это очень удобно, если у вас уровень допустим имеет режим работы с заблокированным компенсатором и вам нужно установить под наклоном и зафиксировать, то есть вы можете выбирать либо в этом направлении наклон, также есть горизонтальный поворот вокруг своей оси, либо сама платформа также может откидываться под 90 градусов. Все закрепляющие винты довольно мощные и удобные для использования. Платформа снимается очень просто, отводите курок, снимаете, закрепляете прибор и ставите на место. Если у вас на лазерном уровне допустим нет резьбы 1,4 дюйма, то можно использовать переходник. Сначала закручиваете гайку в уровень, а потом уже снимаете платформу и также накручиваете на штатив. Минимальный размер штатива в сложенном состоянии около 50 сантиметров, довольно компактный размер. Максимальная высота у него 142,5 сантиметра, но это при условии, что ножки у него расставлены максимально широко. Здесь у него предусмотрено стопорное кольцо и поэтому ему можно разжать, стянуть ноги и снова зажать. То есть таким образом можно добиться еще несколько сантиметров дополнительной высоты. В таком положении его высота уже 148,5 сантиметров. Да, друзья, штативом также можно пользоваться и на улице, даже в ветреную погоду, так как у него есть трюк снизу для навешивания дополнительного груза, чтобы штатив был намного устойчивее. Для удобства штатив также имеет круглый пузырьковый пространственный уровень. Друзья, для сравнения у меня есть дешевый такой же элевационный штативчик РГК. Стоит он на сегодня полторы тысячи рублей, на алиэкспресс такие можно найти в районе тысячи рублей, но разница между ними конечно огромная, как по качеству исполнения, так и по некоторым функциональным возможностям, ну и заканчивая высотой. В общем весьма неплохой штатив, ссылку на него я оставлю в описании под видео, поэтому кого заинтересовал переходите и смотрите. Друзья, на этом все, если видео было полезным не забывайте ставить палец вверх, не забывайте подписываться на канал. Всем добра, пока-пока!